Сделать жизнь на селе лучше своими силами. В регионе продолжается внедрение системы территориально-общественного самоуправления или сокращенно ТОСов. Специалисты Департамента региональной политики Ненинского округа провели выездной семинар для жителей Великовисочного. Все подробности в следующем материале. Более 12 лет назад в российском законодательстве появилось понятие ТОСов. Сегодня территориальные организации самоуправления успешно работают во всех регионах, в больших городах и маленьких селах. Задача власти Ненинского округа – развивать это направление по всему региону. На семинар в Великовисочном собрались не только жители села, но и соседних поселений. А вот ТОСы более оперативно могут решать какие-то маленькие проблемы нашего маленького района, нашего села. Называется «сила малых дел». То есть мы можем сами что-то сделать. Вопросы, которые может решать инициативная группа ТОСа, многообразны. От благоустройства дворов и реставрации памятников до организации творческой жизни села. Причем с помощью ТОСа вопросы решаются более оперативно. А вот ТОС по гранту, когда получает деньги, ему 44-й закон не нужен. То есть он напрямую заключает договора с тем, с кем пожелает, с кем он видит то, что покупает напрямую, как руками пощупать то бревночко, которое может, а не по 44-му закону, кого вам привезут. Вот это на селе очень актуально. По словам местных жителей, совместная работа и общее дело только сблизят от насельчан. На месте наличие этих ТОС было бы просто огромным подспорьем и самим жителям. Это бы решило многие их просто обычные проблемы, например, вывоз мусора, проведение праздников. И, конечно, бы значительно облегчило участь руководителей сельских советов. Это замечательно. Люди хотят жить вместе, люди хотят общаться, люди уже устали от телевизоров, от лежания на диванах. И, наверное, хотят живого дела какого-то, которое бы украсило их жизнь. Вторая форма общественного самоуправления, которую предложили жителям села НКО, некоммерческие организации, поддерживает и президент России, и губернатор Ненинского округа. Сейчас финансовая поддержка некоммерческого сектора очень сильна. И у нас в округе тоже достаточно сильная поддержка. Мы ездим, смотрим в других регионах, интересуемся. Хочу вам сказать, что в Ненинском автономном округе мы практически на первом месте по поддержке. Если сравнивать с численностью населения и по той поддержке, которая у нас оказывается, это очень хорошая поддержка. Только в 2015 году у нас 10 миллионов запланировано на поддержку некоммерческого сектора. Плюс еще мы выиграли федеральные деньги, это деньги уже федерального бюджета. Порядка 7 миллионов мы выиграли еще плюсом. В ходе семинара жители Великовисочного не только получили консультации о создании деятельности ТОСов и НКО, но и наметили список вопросов, которые можно решить с помощью общественного самоуправления.